12-летняя универсиада близится к завершению. Сейчас идут состязания по волейболу, хазахшакурес и дзюдо. Организаторы предварительно определили 6 учебных заведений, чьи команды показывают лучшие результаты в медальном зачете. Кайрат участвует в универсиаде в составе сборной из Кустаная. Парню 23 года. Борьбой в казахском стиле он занимается 7 класса. Борец выступает в весовой категории 60 килограммов. В сегодняшнем поединке по национальному единоборству Бильдесу он боролся с соперником на равных. Победу Кайрату принесла процедура взвешивания. Своего соперника я знаю давно. Боролся с ними раньше. Он достойный противник. В течение пяти минут не уступали друг другу. Одержал победу по итогам взвешивания. Его вес оказался меньше моего. Желаю всем участникам успехов. Пусть победят сильнейшие. В турнире по Казахшак-Крюс выступают 22 команды. В их составе 118 участников. 17 из них – магисталские спортсмены. Среди них есть и чемпионы мира. Тренеры отмечают высокий уровень подготовки студентов, участвующих в соревнованиях. Сегодня первый день по Казахшак-Крюс. В весовой категории 55-60 килограммов. Видно, что участники усердно тренировались. В нашей области универсиада проводятся впервые. Состязания идут на должном уровне. В целом универсиада проводится по 17 видам спорта. По 14 категориям уже завершены. В настоящее время организаторы выделяют 6 сильнейших команд представителей вузов. Первое место у нас на данный момент казну имени Аль-Фараби. На втором месте у нас Международный казахско-турецкий университет имени Ясавы. На третьем месте у нас Каспийский университет технологии и инженеринга имени Шахмардан Исенова. На четвертом месте у нас Североказахстанский университет имени Монаша Хозубаева. На пятом месте Таразский региональный университет имени Дулати. И на шестом месте у нас Казахская академия спорта и туризма. Универсиада завершится 22 июня. На церемонии награждения победителям вручат направление на участие в международных соревнованиях. Ирдос Кужан Тайлы Бауржан Нияскул Дидар